Быть на связи 24 часа в сутки. Среди предпринимателей Алтайского окрая набирает популярность услуга виртуальная АТС. В числе желающих подключить свой бизнес к сервису Ростелекома как начинающие предприниматели, так и стабильно развивающиеся компании. Виртуальная АТС это услуга, которая позволяет заменить офисную АТС и объединить в единую сеть территориально разрозненные офисы либо рабочие места. Услуга представляет собой многоканальный телефонный номер с дополнительным широким спектром услуг. Для того, чтобы услуга заработала достаточно интернета и телефонного аппарата. Один из клиентов, подключивший себе виртуальную АТС от Ростелекома служба доставки японской еды. Быть всегда на связи для нее жизненно необходимо. В будние дни здесь обрабатывают от 50 до 100 звонков, а в праздничные нагрузка вырастает до 400 вызовов в сутки. Чтобы с ней справиться, прямо в личном кабинете услуги виртуальной АТС можно увеличить количество операторов, которые будут принимать звонки. Преимущество АТС для нас, как предпринимателей, является то, что в первую очередь неограниченное количество входящих звонков можно принять, потому что звонки могут идти как поочередно, так и несколько звонков одновременно. Звонки распределяются по алгоритму на несколько телефонов, отвечают несколько операторов. Виртуальная АТС позволяет записывать телефонные звонки в связке с CRM-системой. Она определяет номер звонящего клиента и показывает менеджеру всю историю его заказов, что тоже положительно влияет на уровень обслуживания. Еще один приятный бонус – базовый тариф услуги виртуальной АТС позволяет бесплатно звонить на мобильные Ростелекома. Поэтому производственные вопросы можно решать без дополнительных расходов. Сегодня компания Ростелеком предлагает услугу виртуальной АТС в составе пакета «Быть в плюсе» вместе с доступом к безлимитному интернету. Вы получаете возможность воспользоваться сразу комплексом услуг с существенной скидкой, а также тысячу минут исходящих звонков каждый месяц. Пока услуга виртуальной АТС доступна пользователям в Бийске, Барнауле, Рубцовске и Горноалтайске, но Ростелеком планирует расширять географию и предоставлять услугу во всех городах Алтайского края. Вадим Слюсарев, Роман Хайрулин. Новости.